приветствую все друзья сегодня у меня проблема с вайфаем с вами попробую решить так это у меня galaxy 5830 полный galaxy mini то 5570 5570 galaxy mini поставил на подзарядку итак клиент пожаловался на вайфай давайте посмотрим долго загружается телефон еще раз попробуем прямая ссылка на вайфай глючный телефончик здесь не только с вайфаем проблемы зашли наконец-то так заходим на вайфай настройки error error поиск понятно вайфай мертвый итак включаем телефон разбираем красный датчик бумажка судя по всему телефон был мокрый поэтому и загружался столько он раньше разбирался его явно сушили болты свернуты тем не менее он работает до телефон был мокрый но я вижу следы под разъемом дисплея задача забраться с вайфая дисплей менялся снимаем защитный экран так смотрим что здесь у нас раньше сталкивался с проблемой вайфая обычно проблема вайфая на данном телефоне решается заменой вайфая модуля вот это вот вайфая блютуз модуль по моему аферос кисты и до аферос либо фильтра его фильтра вот он здесь фильтр стоит если присмотреться если присмотреться то я вижу следы воды 10 конденсаторы мокрые не удивлюсь если под вайфай модема будет то же самое давайте то есть проблема решается путем замены либо модуля либо фильтра вот этого вот f200 по моему вот давайте что наверняка заведем и то и другое такой вот домом меня убитый я уже снимал то что мне нужно было раньше этих телефонов очень много было на ремонте поэтому телефон был дешевый вот ремонт был дорогой и часто клиенты оставляли их просто честно говоря ни разу не заказывал данного вайфая модуль в интернете хотя знаем там есть я как-то искал по моему на ли я видел данные модуля они недорогие евро 54 не знаю сколько он стоит очистим от флюса очистим от флюса давайте их сразу снимем с донором вайфая модуля фильтр так ставим оставлю 250 градусов камеру что было видно так еще раз повторюсь снимать будем снимаем вайфай модуль фильтр и в 200 хотя я думаю если поменяем один могут не ошибемся чуть-чуть подниму температуру до 280 сняли вайфай модуль у нас другая микропроцессор сняли вайфай модуль можно в принципе было попробуйте перекатать старый вот или просто почистить то поставить замок учитывая что у нас есть доллар я думаю давайте заменим так обратите внимание как он стоит здесь на каждом микропроцессоре bga находится контрольная . по которой нужно она указывает о направлении направление целом микропроцессора как он должен стоять то есть этот уголок с этой точкой должен быть вот здесь вот так давайте заменим снимаем и вот здесь 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 сняли процессор не вижу я воды под ним все чисто вроде все чисто варяем в флюс Фильтры я сразу меняю, ставлю снятый с донора. Так, и сюда мы сейчас давайте установим снятый микро-процесс разгона, только перед этим зачистим его паяльником. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Лучше это делать под микроскопом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спиртом изопропиленовым ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА очищаем косминок сейчас его под микроскопом рассмотрю как целый под микроскопом чтобы понять в каком состоянии находятся контакты вот все отлично все на месте приблизительно одинаковое одинаковое количество припой должно быть на контактах нет смысла перекатывать его я считаю только потратим время не такой уж и сложный микропроцессор вот точное название его я вообще скажу чтобы могли найти в интернете аферос 6 до 0 3d я думаю что любой может найти и так выставляем контрольную точку добавляем флюз выставляем в правильном направлении то есть вот так вот настраиваем то есть такая медная метка вот треугольная выставляем по ней с двух сторон по диагонали одна стоит вот здесь и одна стоит вот здесь как понять стал на место или нет его нужно просто двинуть если тело много Видно будет глазом, когда он встает на место. То есть встает ровно на свои контакты, его можно даже вот так шевельнуть, и он возвращается на свое место. Вот так, видите, совсем немного. Это говорит о том, что он стал ровно. Итак, снимаем материнку. Остывает. Давайте поставим, посмотрим. Температура фена была у меня 280 градусов, удаляем рабочий флюс. Если у вас нет времени заказывать новый, либо нету доллара, вы можете просто попробовать его перекатать через трафарет. Если нет трафарета, опять же, у меня, допустим, нет на него трафарета, я его вставил без трафарета. То есть удаляем припой с печатной платой из самого микропроцессора. Удаляем припой и просто разравниваем его. И этого будет достаточно для того, чтобы его посадить на место. То есть у вас остается припой на плате и на контактах самой платы. И остается припой на контактах самого микропроцессора Wi-Fi. Вот. И этого вполне достаточно для того, чтобы посадить его на место. Конечно, качественнее будет перекатать. А еще качественнее будет заказать новый и поставить новенький. То есть телефон был мокрый. Понятно, да, почему он вышел из строя. Вот. Телефон восстановили наверняка через УЗВ. Взяли денег. Wi-Fi. Доделывают другие. Итак, вставляем батарейку. Включаем телефон. Убираем донора, который нам еще пригодится. всегда хорошо, когда есть донор под рукой. Удобно, быстро. Снял, переставил. И так. Долго загружается. Его не мешало бы прошить. Загрузился. С опозданием работает, конечно, телефон. Смотрим. По-моему, появилось у нас все. настройки Wi-Fi. Идет активация. Пожалуйста. Все появилось. Wi-Fi появился. Вот. Наш сигнал. Набираю. Обязательно проверьте с набором кода. Потому что бывает такое, что Wi-Fi появляется, а когда набираете, он его почему-то не активирует. Подключаем. Появился сигнал. Видите, да? Две полосочки. Это достаточно. Всем спасибо за внимание. Друзья, с вами был Dov. Только что мы решили проблему с Galaxy Mini. Проблема Wi-Fi сигнала. Всем удачи в ремонте. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.